Беларусь и Монголию разделяют практически 8 тысяч километров. Однако, несмотря на различия культур, религии и традиций, во многих отношениях эта страна гораздо ближе к нам, чем может показаться. Не последнюю роль в этом играют схожие взгляды по ключевым вопросам международной повестки дня и желание развивать торгово-экономическое сотрудничество, соглашение о котором действует с 1992 года. В ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом в Республике Беларусь Бацухом Бояр-Сайханом, губернатор области Юрий Шулейко подчеркнул готовность поддержать инициативы по расширению двухсторонних отношений. «Заинтересованность двухсторонняя есть среди наших государств. Я готов, как губернатор области, в этом содействовать и развивать наши торгово- и политические отношения. Мы себя позиционируем в области как регион достаточно развитой сам по себе, экономически устойчивой. Мы производим четверть мясо-молочной продукции в области. Фактически треть мы уже от всего вала экспортируем данного направления. Развита у нас деревообработка, это производство сельхозмашиночасти, это производство. Мы сегодня имеем два крупных предприятия, которые занимаются в области легкой промышленности». В прошлом году товарооборот между странами превысил 43 миллиона долларов США. Причём на 88% эта цифра состоит из экспорта белорусских товаров и услуг. Доля участия Брестского региона составила более миллиона долларов США. В свою очередь монгольская сторона наращивает транзитные поставки через Брест на Европу. Рассматриваются также варианты развития импорта в Беларусь. «Я думаю, что есть большие возможности. Как раз мы работаем над тем, чтобы товарооборот был не односторонний. В Монголии богатое поголовье скота, поэтому мы можем предложить шерсть, кожаные изделия, кашемир. У нас хорошо развита горнодобывающая промышленность, богатые природные ресурсы, золото, молибден, медь. Есть много вариантов импорта в вашу страну, и мы их прорабатываем». По итогам прошлого года в нашем регионе партнёров больше всего интересовала мебель, промышленное оборудование и профили ПВХ. В текущем востребована также рыбная продукция. По итогам января-февраля 2022 года Брестский регион экспортировал в Монголию товары на сумму, превышающую полмиллиона долларов США. Однако Юрий Шулейко убеждён, что эти показатели далеко не предел возможностей. «Мы готовы сегодня работать экономически. Сегодня только мы к вам доехали, вы к нам не доехали. Полмиллиона долларов – это не так много, к сожалению. Это продукты питания, я вижу, деревообработка, часть каких-то маленьких промышленных элементов. Абсолютно готовы, ещё раз подтверждаю. Установление самых партнёрских отношений, торгово-экономических, связи к культуре и тому подобное – это проще всего». В завершении беседы участники обменялись памятными сувенирами. Основной посыл встречи – стороны готовы двигаться навстречу друг другу. А значит, конструктивный диалог будет продолжен.